Волня с городом. Радио. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пека и Александр Шунин вместе с вами. И к нам присоединяется Наталья Бушурова, астропсихолог. Здравствуйте, Наталья. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Олег Александр. Здравствуйте всем. Очень рады слышать. Накануне, буквально начало нового месяца, конечно, ждем прогнозов и каких-то рекомендаций, потому что, конечно, я понимаю, что вносят жизнь свои какие-то коррективы, и кто бы мог подумать, что мы окажемся в локдауне, когда... Я отвечу, кто мог подумать. Наталья могла подумать. И если мы посмотрим, послушаем запись... Это укор, я понимаю. Нет, ему наоборот. Наталья сказала, что будут ужесточения в октябре. Знаете, пожалуйста, ужесточения. Вторую неделю в локдауне живем. И накануне нового месяца... Накануне новый месяц. Наталья, со всей ответственностью, пожалуйста, да, нужно рассказать правду. У вас это получается. Вы действительно обладаете информацией. Ну, я здесь вообще никакой причастности к локдауну не имею. Я все, что вижу, то боюсь. Я за него не отвечаю. Безусловно, вы предупредили о том, что ужесточения грядут. За что вам большое спасибо. Предупрежден, значит, вооружен. Эту максимуму никто не отменял. И Риме тоже. И Лидл. Ну, я к тому, что... Давайте уже переходить, да. Давайте. Давайте. Кстати, про вот то, что вы сейчас сказали, Олег. Интересно то, что у нас месяц начинается напряженного аспекта Меркурия и Плутона. А Меркурия у нас покровитель торговли. То есть у нас 2 ноября состоится напряженный аспект к Меркурию. Но не только Меркурий – покровитель торговли. Он также покровитель слова, информации. В общем-то, и журналистской деятельности, и писательской деятельности в том числе. Благоприятный месяц для радио Болтко и портала Микс Ньюс. Это все понятно. Но что 2 ноября произойдет? Это не значит, что произойдет прям день в день. То есть не стоит ожидать, что вот если аспект состоялся, значит, прям вот здесь и сейчас в эту секунду будет происходить какое-то судьбоносное событие. Но тем не менее, если опять видим напряженный аспект от Плутона и знака Козерога, а мы уже поняли по октябрю, что это сулит некие ограничения, некие препятствия, то если мы говорим об ограничениях по отношению к Меркурию, значит, некие ограничения в сфере торговли, общения, информации, журналистской, писательской деятельности – это та самая цензура, которую, мне кажется, мы уже обсуждали в октябре. То есть цензура будет, ну, жестче, скажем так. Я могу это предположить и допустить. Ну, то есть можно это... На начало месяца. На начало месяца. То есть будем трактовать это так, что будут закручивать по-прежнему гайки с непривитыми, и фейковая информация о ковиде будет тщательно проверяться. Да. Да. Любое, в общем-то, слово, любое озвучивание, чего бы то ни было, будет под достаточно жестким контролем. То есть это не значит, что будут контролировать только там прям СМИ, да, какие-то известные. Нет, это может быть и на абсолютно нашем рядовом бытовом уровне. И наши посты в социальных сетях могут быть также действительно достаточно серьезным образом под прицелом, скажем так. То есть надо следить за тем, что ты говоришь и пишешь. Да. Именно. А следить нам будет очень сложно, дорогие мои все. Почему? Потому что у нас Меркурий 6 ноября, он входит в знак Скорпиона. У нас Марс завтра меняет знак, он тоже входит в знак Скорпиона. У нас Солнце уже находится в знаке Скорпиона. Если говорить о том, что нам будет трудно держать себя в руках в плане озвучивания, то вот как раз Меркурий, входящий в знак Скорпиона, это значит, что все мы так или иначе окажемся более остры на язык. Ну, во-первых, будет проще обидеть друг друга словом, поскольку Скорпион у нас такой товарищ жалящий. В Скорпионе две главные планеты, Марс и Плутон. Соответственно, Меркурий под управлением Марса и Плутона, значит, наше слово, может быть более таким пронзительным, пронзающим. Слово как орудие и слово как оружие. Здесь может быть и так, и так. То есть мы можем и действительно навредить, но мы можем и что-то отрезать лишнее словом, операцию какую-то провести за счёт слова и информации, операцию по спасению. Поэтому слову, а вам как журналистам, радиоведущим, ну, на вас большая ответственность. То есть надо следить за словами очень внимательно. Очень, очень внимательно. И отрезать лишнее. Так, продолжаем, продолжаем. Я упомянула Марс, который становится Скорпионом завтра. И Марс у нас будет находиться в знаке Скорпиона до 12 декабря. Марс – это наш способ активности, действия, инициатив. То есть каким образом мы будем действовать. В Скорпионе он имеет максимальную силу. Соответственно, наши действия будут далеки от мягкой поступи, от каких-то мягких, деликатных действий и шагов. Мы будем очень напористы, мы будем очень воинственны. И вот смотрите, как интересно всё происходит в астрологической жизни. То есть до этого момента у нас, октябрь, был такой активность знака весов. Весы, они всегда за мир, всегда за гармонию. Они стараются удержать какой-то баланс, равновесие. Ну, хотя бы видимость этого равновесия и баланса. А теперь преимущество окажется на стороне знака Скорпиона. И вот если мы до этого момента удерживали некий мир или видимость мира, то при вхождении личностных планет в знак Скорпиона у многих вот это такое нелитературное, но народное слово «терпелка» может закончиться. И к этому нужно быть морально и эмоционально готовыми, что у многих действительно могут уже не выдержать всё. Сорвёт, так сказать, избу. Или часть избы в виде крыши, я бы так сказала. Это может наложиться просто на ситуацию в обществе, когда народ просто устанет очень сильно от локдауна, и вообще как-то вот нервозность повысится. 15 числа вроде как обещали отпустить хотя бы часть. Ну, а продление ещё никто не отменял. Да, вот именно слово «общество» – это важное слово месяца ноября. Почему? Потому что новолуние у нас состоится 5 ноября. Новолуние у нас состоится в знаке Скорпиона. Новолуние – это, как и всегда, соединение Солнца-Луны. Солнце-Луна соединяются в данном случае в знаке Скорпиона, но они выстроят аспект оппозиции к Урану в знаке Тельца. Оппозиция – это всегда спор, это всегда противостояние. И Уран, являясь покровителем знака Водолея, всегда, в числе прочего, сигнифицирует народ, массы народа, народа, людей, какие-то общества, коллективы, единомышленников. И вот здесь уже новолуние может дать первый толчок, первый намёк на недовольство. Но не только об этом будет новолуние и весь ноябрь, потому что в ноябре нас ждёт ещё одно чудесное событие астрологическое. Астрологическое – это коридор затмений у нас. Прелесть какая. Я без понятия, что это, но отреагировать нужно было. Это когда уходишь с работы. Да, коридор, очень хорошо вы отреагировали. Выключаешь свет, и у нас такой коридор затмений, всё-всё гаснет, весь коридор во тьме просто, и ты так... Да, у нас так и происходит. Длинный-длинный коридор, затемнение. Так, Наталья, что означает этот коридор затмений? Чего ожидать? Коридор затмений всегда о нём... Ну, часто и много о нём говорят как о чём-то страшном. Дают такую тёмную окраску, всегда событийную коридору затмений. Это всё повелось ещё из древности. Конечно, тогда мы были все менее, наверное, образованными и осведомлёнными. Но, тем не менее, конечно, коридор затмений – это важный период. Мне очень нравится фраза, которую я из раза в раз повторяю по поводу коридора затмений, что период коридора затмений – это возможность осознанного изменения жизни. То есть, да, это период перемен. И можно, конечно, просто сесть и как бы отдаться на волю волн. Но если мы подходим к этому... Ну, вот это слово «осознанно» я уже не очень люблю, потому что оно где надо и где не надо. Но, тем не менее, если с определённым желанием и определённым смыслом мы входим в этот период, с определённой целью и зная, каких перемен мы хотим, то в действительности, скажем так, планетарные энергии нам в этом будут помогать. И вот что примечательно. Какое у нас будет затмение 19 ноября? У нас состоится лунное затмение 19 ноября, частичное, частное лунное затмение. И снова интересный момент. Он заключается в том, что, ну, во-первых, лунное затмение всегда происходит на полнолунии. То есть, это оппозиция Солнца и Луны. Солнце в Скорпионе, Луна в Тельце. Опять противостояние. И это противостояние, скажем так, находит некий выход, третью точку, как в астрологии говорит, как трология нам говорит, на Юпитере, в водолее. Опять здесь знак водолея. Опять общество, опять коллективы, опять единомышленники, опять люди. К чему надо быть готовыми? К тому, что, конечно, любое полнолуние всегда накаляет атмосферу и возбуждает и без того возбуждённых. А лунное затмение усиливает это в несколько раз. Соответственно, будем готовы к тому, что мы и сами, в общем-то, способны на реакции, неадекватные, непредсказуемые, неконтролируемые, ну и также люди, которые вокруг нас. Правда, бытует мнение в астрологических кругах, что если затмение нам действительно не видно, то на нас эти, скажем так, у нас эти события будут в меньшей степени. Вот в европейской части это затмение не будет видно. Оно будет наблюдаться в Северной Америке и в Тихоокеанском регионе. Ну и якобы тогда, значит, соответственно, эти события ярче будут происходить именно там. Это очень, очень удобно, очень удобно. Напоминает фразу «не помню, значит, не было». «Не видел, значит, не влияет». Да, именно, именно. Но на самом деле астрология так не работает, поэтому здесь можно себя не тешить этой мыслью. Значит, что дальше? Да, Наталья, а вот этот коридор затмений, он в какой период? То есть это вот примерно, ну, если говорить по числам? Да, то есть открывается, ну, давайте так, просто будем говорить, 19 ноября лунным затмением и фактически закрывается 4 декабря солнечным затмением. Но всё было бы так, да не так, потому что влияние коридора затмений мы чувствуем минимум недели за две до. А, соответственно, если мы, мы тогда попадаем в новолуние, в дату новолуния, да, который у нас состоится 5 ноября, и ещё минимум недели две после, а то и месяц до, и месяц после. То есть коридор возможностей, он почти с начала ноября до Рождества. Просто надо быть аккуратным. Это да, просто надо быть аккуратным и просто знать ещё несколько правил коридора затмений. Вот эти две недели, давайте так грубо, от 19 ноября до 4 декабря будут на убывающей фазе Луны. Всегда убывающая фаза Луны — это период завершения или очистки чего бы то ни было. Соответственно, лунное затмение усиливает это многократно. Тем более, что у нас участвует знак Скорпиона, который ещё тот чистильщик. Поэтому будут подчищать очень интенсивно на этих энергиях. А нас задействовал, и мы можем этим пользоваться. То есть каким образом? Ну, отказываться от вредных привычек, от вредных разрушительных отношений, от каких-то людей, событий и так далее, и так далее. От кредитных обязательств. И это очень... Вы очень чувствительный человек, я вам хочу сказать. Вы всё верно... Давайте переходите ко мне на занятия. Кредитные обязательства, финансовая ось, телец, скорпион. Вы верно абсолютно подметили. То есть вот сфера финансов, имущества, экономики будет затронута в ноябре очень-очень сильно. А что касаемо человеческих отношений? Человеческие отношения. Неловкая пауза поисла. Человеческие отношения. Помним об активности знака Скорпиона. Скорпион — это страсть. Скорпион, конечно, в общем-то, страсти будут накаляться в человеческих отношениях. Это период, конечно, ноябрь, когда мы будем свидетелями разрыва каких-то отношений, прерывания отношений и в масштабах семей отдельно взятых, там, бизнес-партнёрств и на уровне государства. Это продолжение истории, в общем-то, октября. Мы в октябре новости тоже все читали и видели наверняка, какие события происходят, в том числе у нашего большого соседа, и видели, какие встречи там происходят и так далее, и так далее. Сейчас не про новости, но просто давайте больше наблюдать, как когда-то делали наши родители, бабушки и дедушки в советский период, читать между строк, учиться и видеть больше, чем написано. Это очень важный момент. Дальше про человеческие отношения. Венера. Прекрасная Венера. Давайте про любовь. Я всё равно всё умею рассказать, получается очень быстро всё. Про любовь. Венера 5 ноября фактически в Новолунии меняет знак, входит в знак Козерога. До этого она пребывает в знаке Стрельца. В знаке Стрельца она очень любвеобильная, она очень оптимистична, и мы под её влиянием с удовольствием увлекаемся, влюбляемся, выбираем многое, красивое, яркое, вовлекаемся в романы, в отношения. Когда она поменяет знак? 5 ноября, войдя в знак Козерога. Наши желания, наши вкусы станут более сдержанными, а если не станут, то нужно себе это воспитать. Венера – это в том числе и сигнификатор денег, поэтому находясь в знаке Козерога, в земной стихии, а Козерог – он такой товарищ, который сужает и сдерживает, это рекомендация не тратить, быть сдержаннее в тратах, разумнее в тратах. Если покупать, то то, что надолго, на века стабильно, а что сейчас стабильно, спросите вы, я вам не отвечу. Для этого приглашайте экономиста. И Венера в знаке Козерога очень надолго. Она выйдет из знака Козерога, по-моему, если не ошибаюсь, к концу января только, поскольку в декабре числа 18-го она станет ретроградной. И, соответственно, будет по знаку Козерога долгое время ходить. И возвращаясь к теме финансово-экономической, нас ноябрь может потрясти событиями в финансово-экономической сфере. Видимо, вот этот период ретроградности Венеры с середины декабря, грубо говоря, до конца января, это будет период попыток стабилизации экономики и финансовой сферы. Так хорошо вы эту фразу начали, что давайте поговорим о человеческих отношениях, на экономические вопросы за эти экономисты, и всё равно про финансы закончили. Нет, подождите, это период, пока Венера в Козероге, давайте на позитивную ноту. Это период крепких, надёжных, стабильных отношений. Это законность отношений, это верность, это преданность. Поэтому, пожалуйста, давайте воспользуемся этим моментом и укрепим наш союз. Мы верны и преданы, в том числе вам, поэтому обязательно потревожим насчёт декабря. Спасибо, огромное спасибо за рекомендации, за этот обзор грядущего месяца. Радостно, радостно с вами общаться, который раз это подчёркиваю. Просто заряжаешься на месяц вперёд вот этой знанием, информацией и позитивом. Наталья, спасибо, хорошего дня. Хорошего дня, прекрасного месяца, удачи. У нас утро на балконе как-то так вот незаметно закончилось, но программа радио продолжается. Ну и совсем скоро климат-контроль с Константином Ранцем.